Здравствуйте, товарищи зрители! Это видео, которое вы сейчас посмотрите, было снято более года назад. Но только сейчас опубликовано, потому что правильно поступать, я считаю так. Указав на серьезную и реальную проблему, надо предложить ее решение. И оно появилось для вас только сейчас. Поскольку этих систем очистки воздуха, о которых пойдет тоже речь, не хватало даже на 5% всех желающих. Посмотрите это видео полностью. Мы с моим гостем поднимаем одну из самых серьезных проблем современности. Проблем появления самых опасных заболеваний. Из-за поступления и накопления в организме тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха с дыханием. Итак, не теряя времени, вначале будет небольшое предисловие, очень поучительная история, которую я расскажу. Ну а потом уже сама беседа. А под видео я оставлю вам ссылки о системах очистки воздуха для квартир. Еще раз, внимание, прошу вас, не пишите, всегда это происходит, потом не пишите под видео, а где это купить, а как это приобрести. Ссылку на это, как приобрести и где, я оставлю вам прямо под этим видео в самом верху. Ну а теперь, приятного вам просмотра. Понимаете, в чем дело? Давайте так. В 80-е годы, а я жил и родился в Москве, мои родители дружили с одной семьей. Впрочем, вот это мне запало в душу, скажем так, и в памяти, почему я стал заниматься уже с конца 80-х здоровьем, очень серьезной темой здоровья вообще, здоровой средой обитания для человека. Вот было и есть такие шоссе, Варшавское, Каширское шоссе. Даже в 80-е годы огромный поток автомобилей, окна, домов, которые смотрят на шоссе. Вот человек подходит к окну, если он не убирается, дня два. Вот пальцем так по стеклу проводят, и у него черный палец в этой саже. Только это не сажа. Это всякие тяжелые металлы, свинец, прочее. А люди этим дышат, причем по советской старой привычке открывают окна. Это, как знаете, меня страшно бесит, когда водители едут сейчас, в наше время, когда и кондиционеры есть, и фильтры, открывают окна и дышат тем, что вокруг них на дороге. Ну ладно. Так вот, у их знакомых, у всех с промежутком каким-то была онкология, они умерли от рака. Разных видов рака, легких, там, и пищевода, по-моему, если я не ошибаюсь, или желудка. И так далее. А в чем тут суть? Дело в том, что человек вдыхает в легкий воздух, в идеале это должен быть чистый воздух, а дальше воздух проникает через альвеолы легких капилляров крови и далее в кровеносное русло. Кровь, жидкая соединительная ткань разносят кислород, другие газы и питательные вещества в каждую клетку нашего организма. А представьте, что начинает кровь разносить, там, 18-15, ну, кто на работу ходит, ну, может быть, даже и 24 часа в сутки, вот эти тяжелые металлы и прочие отравляющие вещества. Что возникает? Ну, естественно, нарушение процесса деления клеток и так далее. В общем, онкология. Это одна из главных причин рака, вот эта экологическая обстановка. Почему я так подробно это объяснил? Ну, потому что эта тема меня волнует, как разумного человека. Я так и, я полагаю, у вас, по крайней мере, тех людей, кому свое здоровье дорого и здоровье своих близких, детей, там, может быть, родителей, дедушек, бабушек. Для вас эта информация жизненно необходимая. Я года два, полтора назад для своих родителей в Москве, они живут, не хотят переезжать за город никуда. Ну, на дачу только летом ездят. В общем, я поставил эту систему, о которой сейчас пойдет речь, которую сейчас представит наш гость, непосредственно хозяин, директор производства. Я могу сказать так, не имеют аналога в мире эти системы по многим показателям, но я приобретал туда, поверьте мне, и LG, дорогие, которые до всех этих событий, и курс, когда был там еще не такой высокий, я покупал там за 70 тысяч, там, и так далее. Но я, когда понял и совершенно случайно увидел, изучил информацию про эту систему, я сразу же, в этот миг я позвонил, я заказал, а вот сейчас так получилось, сейчас данный момент времени, вот когда запись эта идет, у меня производят работу мои сотрудники, я даже их снял, ну, с некоторых объектов своих, и в Москве для старшей дочери они сейчас отделывают квартиру. Туда я приобрел 4 таких устройства, ну, назовем их системой фильтрации воздуха, или некоторые вот сами производители бризерами их называют. В общем, суть в чем? В том, что, понимая, что такое воздух, и что он должен быть абсолютно чистым, не иметь в себе, по крайней мере, отравляющих веществ, чем дышат люди в городах, ну, это напрямую скажется на качестве и продолжительности жизни, на отсутствие болезни, по крайней мере, факторов, конечно, много сейчас вредных, влияющих на здоровье, но это один из главных. Поймите, воздух, вода и еда – это 3 вот этих кита, на которых стоит здоровье. Это, собственно, 99% здоровья либо болезней. И мы можем решить с вами эту ситуацию. И последнее, что я скажу и передаю слово. Дело в том, что теперь, безусловно, а когда я вижу что-то очень важное, интересное, когда я понимаю и практически изучая, прихожу к выводу, что это просто для здоровья человека, кто проживает в городах, разумеется, и разумеется, кто живет где-то в деревне, в глуши, тем более на отшибе, не там, где деревня, около трассы, это то же самое, что в городе, а где-нибудь в глуши, да, там это не надо, это естественно. А вот в городе это жизненно необходимо. Так вот, я стал уже и партнером этой компании. Теперь самое главное, самое интересное. Значит, вступление сказал, теперь я передаю слово. И у нас с вами на связи по скайпу Павел Гончаров, это владелец компании, который как раз производит эти системы или бризеры. Давайте начинать. Значит, Павел, добрый день. Да, добрый день, Юрий Андреевич, спасибо, что так представили и подробно рассказали про те проблемы, да, уже, скажем, которые решает наш продукт. Да, как уже сказал Юрий Андреевич, зовут меня Павел Гончаров, я руководитель компании. Мы являемся разработчиками данной системы и производим ее сами. Если в двух словах, да, предыстория, как мы к этому пришли, то начали мы разработку в 2017 году и там порядка двух лет ушло на разработку скуля этого продукта. То есть пришли мы к необходимости вообще такого продукта, потому что мы сами понимали, что действительно качество воздуха в городах, оно там оставляет желать лучшего. Плюс еще через проветривание при открытом окне проникает шум. То есть это тоже, по сути, такой фактор гигиены жилой среды, да, который влияет там и на наш стресс и так далее. И при этом мы понимали, что альтернатива – это только какая-то большая система вентиляции, которая стоит там миллион рублей. Это просто не каждый может себе позволить. Наша же система, да, она компактная, она может установлена быть на уже готовую отделку, там буквально за полтора часа. И она там, да, находится, то есть в абсолютно таком доступном ценовом диапазоне. Поэтому, собственно, мы поняли, что есть такая потребность и создали такой продукт. Сейчас его очень активно продаем. Давайте тогда чуть подробнее, я единственное внесу некий корректив, вернее, нашим людям. Давайте попробуем быстро сначала перечислить преимущества, а потом уже коснемся подробнее каждого момента. Значит, это происходит так. Аппарат, ну, примерно, я говорю, примерно такой вот, 40 сантиметров шириной, глубиной там 20-25, высотой, ну, примерно 60 сантиметров. Приезжает мастер-инженер или, скажем, даже самостоятельно, кто с руками, у кого оборудование есть, просверливает стенку, где вы хотите в комнате в одной, в другой, в третьей повесить этот аппарат насквозь, чтобы дырка, ну, там диаметр определенный, насквозь просверливается стенка, даже можно и более сложной, когда, например, конфигурация, вот как у меня сейчас, того дома, где, значит, будут 4 системы установлены, там нельзя насквозь, там, ну, очень сложные конфигурации внешней отделки этого строения дома, и поэтому там будут со смещениями, тогда инженер вот к нам приезжал ваш, и просто там будут проложены такие вот каналы, которые чуть в сторону, дырку это уводят, значит, от места того, где прибор будет в доме, в квартире, в комнате висеть, не ровно прям вот по центру, и, соответственно, выход патрубок прибора ровно прям вот будет выходить по прямой, нет, ну, это вопрос к тому, что кто-то скажет, у меня особая конфигурация, вопрос решается, обычно там всегда насквозь сверлится, и всё, и так, должна быть розетка, дырка просверлит, представляется гофра, заделывается пеной, снаружи красивый подсвет, можно даже сделать, так сказать, вот отделки дома, чтобы это внешне, знаете, как ужасно, когда на домах висят вот эти блоки кондиционерные, сплит-систем, когда вот это уродует, особенно если красивые дома, исторические, там, сталинки, дореволюционные дома, да, это ужасно, а в этой системе просто такая решёточка вентиляционная, красивая, её можно под бронзу покрасить, там, латунную заказать, там, какой-то вопрос десятый уже потом, под интерьер, то есть это, наоборот, будет даже как экстерьер элемент, ну, не в этом суть. В общем, преимущества такие, свежий воздух поступает с улицы, он, причём прибор может ещё его и подогревать, если там какой-то межсезонье, и ещё батареи отопления не включили, то можно дополнительно подогревать воздух. В нём же встроенный увлажнитель воздуха, что важно, потому что пересыхает, особенно когда отопление зимой включают наши квартиры, многие, это тоже большой плюс. Там есть отличия по моделям, сейчас мы об этом поговорим, потому что самая вот эта третья, я её называю модель, всего их три, там вообще какие-то катализаторы существуют, которые даже не имеют сменных фильтров, и они разлагают как раз многие вредные вещества, и вот только вопрос у меня, куда они улавливают, во что они их, так сказать, упаковывают. То есть, когда это, например, какой-то хеллофильтр или там угольные, понятно, сорция идёт, а что в этом случае, это вы как раз расскажете сейчас. Какие ещё преимущества? Ну, то есть, мы действительно можем не открывать теперь, и смысл-то, конечно, мы не будем, то есть, разумные люди окна не будут открывать, ну, только разве что транспорт не ходит, ливень пошёл, ливень, всё это укопать, всю эту грязь смыл, тогда для души открыть действительно окно можно. В остальных случаях оно должно быть наглухо закрыто, чтобы вот этот воздух с ядовитыми веществами с улицы не поступал в помещение, а свежий, свежий воздух будет поступать с улицы, пропускаться через эту систему фильтрации, плюс там увлажняться, подогреваться, если это требуется. И вот теперь, пожалуйста, скажите, всё ли я правильно сказал, можно ли что-то дополнить? И тогда, может быть, по моделям рассказать, чтобы люди поняли, кому, на какой модели остановиться, так, чтобы вот прямо у человека был понятный выбор, а не каша в голове. Да, на самом деле, вы очень подробно рассказали про практически все, я думаю, особенности. Добавлю лишь то, что также даже в тех квартирах, которые там расположены в экологически благоприятных районах, может быть, окна во двор выходят, да, зачастую люди в этом случае говорят, да, мне там ничего не нужно, да, на самом деле там есть ещё другая проблема, это плохая тяга в вентиляции, и даже при настижь открытом окне не поступает достаточное количество воздуха. И здесь уже человек сталкивается с проблемой высокого уровня СО2, да, в воздухе, и здесь как раз наш прибор, он также решает эту проблему, потому что, опять же, он принудительно подаёт, независимо от погоды, от времени года, там всегда работают вентиляторы, то есть этим он отличается, кстати, от каких-то вот приточных клапанов, оконных клапанов, то, что здесь это именно активная подача воздуха с помощью вентиляторов, вот, то есть вот здесь эту задачу тоже наш прибор решает в том числе. Ну, совершенно верно, вот это очень важно, что вы это сказали, да, действительно, это большой плюс, там есть ещё свои нюансы, плюсы для тех, у кого, например, ну, это очень малый процент людей, там камины, ну, эти вот, например, эти, как их, господи, дровяные стоят или печи в домах, но об этом мы и не будем говорить, потому что такой процент людей мало, там просто свои плюсы есть, ну, именно из-за тяги. Что касается шума, совершенно верно, потому что часто, ну, что говорить, особенно про новостройки, вот вы сказали, ну, конечно, там не та толщина стен, да, как в сталинских домах или в дореволюционных домах, и, естественно, слышно там весьма, может быть, хорошо. К тому же у людей, кто на каких-нибудь там, условно, первых этажах или рядом, общественные здания, магазины и так далее, поганый табачный дым может идти, втягиваться в форточки, и поскольку этот прибор ещё фильтрует таким образом, естественно, мы не проверяли, потому что у меня сумасшедших нет, никто у меня, естественно, ни из сотрудников, ни из родственников не курит, да, естественно, то мы это практически не применяли. Ну, инженер, например, компании мне сказал такую вещь, что проверяли лично, там, ну, вот у кого-то на установке, хозяинка, значит, в заборную трубку со стороны улицы дули дым от сигарет, после затяжки выдыхали, прямо вот концентрат, а со стороны внутренней люди вообще не чувствовали никакой табачный дым, так ли вот? Настолько ли хороша очистка? Да, мы, кстати, также и у себя в учебном центре делали подобные испытания, я лично на нём присутствовал, то есть, действительно, в случае там, допустим, такого, ну, как бы, умеренного табачного дыма мы вообще ничего не чувствовали, если прямо туда в трубу выдыхали дым очень густой, то чувствовался слегка запах, там, буквально, знаете, как от какой-то сухой травы, то есть, но это был вот, ну, то есть, совершенно не этот табачный вот этот вот детский запах, который бы был, если бы не было прибора, вот, поэтому, да, у нас много клиентов, кто обращается с первых этажей, вот, где часто доносится, да, вот этот сигаретный дым. Ну, вот почему я и спросил, я, да, сразу хочу сказать зрителям новым, кто меня не знает, я никогда не готовлюсь к никаким записям, я вот буквально одновременно включил, когда у нас было предисловие, мы общались с Павлом, так сказать, в скайпе до включения записи, я посмотрел техническое описание только сейчас, у меня очень мало времени, я буквально могу там несколько минут тратить на что-то, но достаточно было два года назад, полтора, чтобы я изучил, посмотрел описание, понял, что это такое, что я сразу себе заказал, как я уже сказал, сейчас четыре, и я просто вот по-человечески от души советую, что если вам дорого ваше здоровье, если вы разумный человек, ну, это, понимаете, это входит вот ни телевизор, ни телефон, то, что вам не продлит жизнь, а наоборот укоротит её, вот не так важно для вашей жизни, даже если вы это не понимаете, от этого истина никак не меняется, как вот одно из, понимаете, почему я так, я действительно просто рад и счастлив, потому что мало в жизни, к сожалению, у нас того при нашей гонке потребления, когда мы зачастую покупаем то, что не нужно для жизни, обойтись можно спокойно выкидываем потом, природу загрязняем, то очень мало таких вещей, приборов, ну, вообще каких-то вещей, скажем, глобальней, которые вот действительно ты понимаешь, насколько, когда ты понимаешь, ты просто вот счастлив от того, вот я скажу честно, совершенно это не касается какой-то рекламы или там продаж, вот, например, что я познакомился с этой технологией, этим прибором, что есть такое решение, ну, систем фильтрации много, но тут есть нюанс, сейчас мы до них дойдём, я счастлив, наверное, больше, чем от покупки какой-то дома или квартиры, вот абсолютно серьёзно говорю, абсолютно искренне серьёзно говорю. Хорошо, давайте вот о чём, Павел, поговорим, смотри, три модели, вы объясните совсем кратко, ну, первое, назовём первое, это самое дешёвое, второе, среднее по цене, третье, это самое дорогое, и назовём так, четвёртое потенциальное, то, что я вас, ну, так скажем, заставлю со временем обязательно сделать, потому что я, как человек, огромный практик, там, с 35-летним стажем, каждодневного строительства и каких-то изобретений каждый день, так, дорогие новые зрители, кто не в теме, я вам ссылочки оставлю, про мои хозяйства некоторые, будут скоро появляться о новых моих проектах видео, что мы делаем, какие вообще, какие я инженерные придумки внедряю, и не только биологические, там, физические, в те или иные строения здания, вы поймёте, что я это не преувеличиваю и не выпендриваюсь. Теперь, что касается, давайте перейдём к практике вот эти, чтобы вы могли понять смысл выбора той или иной модели, а про четвёртую, которой ещё нет, я тоже потом скажу в конце. Ну, расскажите, пожалуйста, про эту разницу. Да, у нас, у нашего продукта на данный момент три комплектации. Это, так называемая, комплектация Start, это самая базовая комплектация, и она, в принципе, даёт весь необходимый набор с точки зрения фильтрации, с точки зрения, там, подачи воздуха, то есть в ней есть все три фильтра, то есть это фильтр грубой очистки, хебофильтр и угольный фильтр, который служит для защиты от запахов. Также в ней уже, также есть увлажнитель, то есть, как бы, полностью выполняющий свои функции. И как раз-таки вот от следующей комплектации, следующая комплектация от этой отличается тем же, тем, что там есть всё то же самое, плюс ещё автоматический режим работы. Ну вот, как он работает, то есть на чём построен принцип. Есть датчик СО2, встроенный в прибор, который автоматически замеряет, постоянно, непрерывно замеряет уровень СО2 в помещении, и на основе этого, на основе там алгоритма определённого, управляет прибором таким образом, что, допустим, если в помещении там сейчас находятся два человека, то прибор, допустим, выбирает там вторую скорость. Если, например, количество людей увеличивается, пришло ещё два человека, там, не знаю, пришли гости, например, то автоматический алгоритм управления выведет прибор там на четвёртую, например, скорость. И он будет работать на четвёртой скорости до тех пор, пока не понизит уровень СО2 до нормативных значений. То есть у нас нормативные значения, они там в среднем, если мы берём на улице, это где-то 450 ppm, там в помещении считается, что норма российская – это до 800 ppm выше, это уже считается плохо. Ну вот, желательно поддерживать, конечно, 700 где-то, или ещё ниже. И прибор, он стремится всегда поддерживать это значение. Если же, например, люди покинули помещение, то есть вы просто ушли на работу, например, то прибор либо отключится, либо перейдёт на минимальную скорость для поддержания просто минимального воздухообмена. То есть эта функция, она в первую очередь направлена на энергосбережение, то есть чтобы прибор не работал, когда у вас нет помещения, чтобы не тратился ресурс фильтров и не тратилась просто электроэнергия. То есть, и также это на самом деле есть и в первой, и во второй комплектации, в любом случае доступно управление через мобильное приложение. Просто в первом случае оно будет без возможности автоматического управления по датчикам, а во втором случае можно будет ещё и авторежим выбирать. Но приложение в любом случае есть, оно позволяет объединить несколько приборов в единую сеть, и из единого интерфейса, из мобильного приложения сразу видеть все приборы, выбирать на них режимы. То есть это довольно удобно, вот если, например, у вас, как в примере у Юрия Андреевича, четыре устройства, то есть чтобы каждый не ходить в пульты, не регулировать, можно это делать из одного, со одного устройства. Несу, внимательно выслушав вас, ещё дополнение. Я считаю более важное к тому, что вы сказали, я думаю, вы со мной согласитесь. Значит, смотрите, тут вот какая штука. Экономия – это хорошо, но когда мы говорим о здоровье, экономия финансовая, когда человек реально понимает, понимаете, вот когда мы говорим о жизни и смерти, экономия денег – это вообще не имеет никакого значения. К чему я это? Вот каждые пять-шесть лет, а бывает чаще, бывает реже, в крупных городах, Москва и другие города, обволакивают дымом от горящих, торфиаников, слышали об этом и так далее. Вы понимаете, что тогда происходит? И как, вот если эта система тысячи бы жизней спасла, если бы была у тех людей, которые умерли по причине того, что содержание кислорода в воздухе у них в квартирах снижалось просто сильно, а количество углекислого газа и главное, и угарного, и прочее увеличивалось. Так? Так, безусловно. Это просто истина, это факт. Плюс к тому, посмотрите, какая штука? В связи с недавними эпидемиями, назовём так, да, модной болезнью, как-то, что нельзя называть это, а то YouTube будет это. Значит, вот все поняли, о чём идёт речь. Так вот, у людей какая проблема? Стурация падает, насыщение крови кислородом, да? А тут датчик-то, вот к чему мы говорим. Поэтому экономия финансовая тут вообще значения не имеет. Ну, то есть вообще не имеет. Насчёт электричества, это по электричеству копейки будут. А вот это, ну, это сравнивать, это несравнимые вещи. Так вот, поскольку там датчик углекислого газа, вот единственное, очень хочется надеяться, что он очень надёжный, потому что если один шанс из тысячи есть, что он может сломаться, я бы продублировал два бы, да, дороже бы система стала, но два, которые независимо бы тестировали. И каждый мог включать в независимости такой алгоритм, микросхемку поставить, что, вот подумайте об этом тоже. Потому что, вот, значит, ну, допустим, это мысли вслух, но вот я суть хотел передать, что здесь ещё очень важно для тех людей, у кого болезни сердечно-сосудистые, были, не дай бог, или предрасположен человек инсультом, инфаркт, атеросклероз, значит, уже есть проблема насыщения кислородом или низкая стурация крови. То для этих людей надо, во-первых, иметь дома либо кислородные баллоны, мало ли что, либо вот систему, как я, например, тёща своей купил ещё тогда, ну, года там два назад были они, у неё там проблемы были, американские, ну, к сожалению, лучшие, да, в мире, ну, я не беру наши промышленные, медицинские, это системы генерации из воздуха кислорода, да, очень надёжный американский аппарат, и тогда ей это очень помогло. Но важно, чтобы воздух, квартиру всё равно, ты не можешь одним и тем же воздухом дышать, надо свежий пускай, как через форточки, а если это совпадёт с тем, что, я говорю, значит, костры начали везде гореть вокруг, так сказать, городов, и дым обволакивает, или ещё какая ситуация, этот фильтр, плюс вот то, что я сказал, поможет, думая о будущем, ещё при таких проблемах, как какие-то эпидемии и прочее, подумайте, уже более глобально, ну, мало ли, да. Вот это добавление хотел сделать. Вот теперь давайте рассмотрим, чем же отличается модель номер два, вот у которого есть датчик, вот это автоматическое включение-выключение для экономии электроэнергии, от третьей модели. Да, и добавлю ещё к вашим предыдущим словам, что да, действительно, здесь вопрос, как бы не только экономии, но и в целом того, что часто люди, просто когда нет автоматизации, они иногда могут забыть включить прибор, да, например, уходя на работу, они его выключают, а возвращаясь, они его забывают включить. И вот автоматизация полностью от этого избавляет. То есть человек действительно всегда получает ровно то количество воздуха, которое автоматика высчитала и которое нужно по нормативам для здоровья. Очень важное добавление, да. Что касается третьей комплектации, R&N A7 Forever, она отличается от предыдущих тем, что вместо угольного фильтра там стоит фильтр с технологией фотокатализа. фотокатализа. В чем принцип работы этой технологии? Это специальная, скажем, такая ячейстая конструкция, покрытая оксидом титана, и процесс фотокатализа заключается в том, что при облучении оксида титана ультрафиолетом весь проходящий воздух, все вредные вещества, которые в нем находятся, они разлагаются на два безопасных компонента. Это CO2 и обычная вода, просто водяной пар, который мы не видим в принципе. То есть эта технология, она не новая, она используется в принципе достаточно давно в медицинском оборудовании, и она как бы отличается от других каких-то именно методов очистки тем, что в достаточно компактном корпусе фильтра мы можем полностью как бы обеспечить с помощью такого фильтра именно полное разложение. Причем это и вредные вещества, и запахи сюда же относятся, потому что запахи это тоже летучие органические соединения находящиеся в воздухе. Соответственно такой фильтр он универсален. Кому мы рекомендуем? То есть здесь скажу так, что вот этот фильтр он с точки зрения очистки от запахов он не скажем не является как бы в разы более эффективным, чем угольный, но он в разы более долговечный. То есть мы когда мы говорим про фотокатализм, то мы подразумеваем, что не менее пяти лет этот фильтр прослужит без необходимости какого-то обслуживания, замены, то есть он просто стоит и все. То есть соответственно угольный все-таки его нужно менять там раз в год, потому что он да в себе собирает по сути задерживать запахи. Если его своевременно не поменять, он эти запахи и вредные вещества начнет отдавать обратно в воздух, то есть и тут просто нужно за этим следить. Фотокатализм позволяет как бы на минимум на пять лет про это забыть. Вы знаете, вот очень важные, мы дошли до важных тем, это регулярность замены, что за фильтры, какие мы меняем, какие не меняем, и сейчас я хочу привести аналогию. Значит, смотрите, дорогие товарищи, обращаюсь я к зрителям, скажу, даже системы обратного осмоса, которые стоят или должны у каждого стоять под раковиной, ну если вы не хотите хлорированную воду пить, неизвестно с чем, еще с неорганическими солями жесткости, вредными для почек и так далее, то вы должны менять регулярно, только это зависит не раз в год, это неправильно, надо говорить, это в зависимости от количества, во-первых, от показателей, например, в воде, да, то есть, чем больше соли, тем быстрее выйдет из строя картриджи, которые надо менять, и тут то же самое, кстати, сейчас мы, то есть, от интенсивности использования, от показателей воды и от количества выпитой этой воды, то есть, сколько мы в день потребляем этой воды, вот от этого, может быть, надо менять раз в два месяца, а в другой, другому человеку раз в год, действительно, живет человек один или вдвоем мало пользуется водой, да, тому и раз в год, не реже, что касается теперь о фильтрах, смотрите, значит, в любой модели там стоит три фильтра, да, три этапа, первые грубые очистки, это мы меняем, периодически, вы сейчас скажете, как часто, но опять-таки диапазон, потому что одно дело, где-нибудь в Кузьминках, в Москве, там стоит в зеленой зоне, там квартира, где-нибудь на десятом этаже, да, а другое дело, в центре Москвы или окна, выходящие на шоссе, тогда там в разы быстрее картриджи выйдут, и когда, знаете, каждый день вот такая черная копоть образуется, в разы, и тут не надо жалеть, экономить, слушайте, лучше, чем легкие будут вырезать, оперировать, и то, так сказать, временно поможет, вот лучше, знаете, не доесть что-то, чем это, я уж так условно говорю, просто, чтобы люди поняли, вот так вот, может быть, отчасти и грубо, но это истина, и вот теперь смотрите, это второй, угольный, понятно, что он будет забиваться, он должен забирать, вот эти вот запахи, мелкие, различные, так сказать, газы, вредные отравляют, даже фенолы, и вот третье, кстати, насчет вирусов и бактерий, еще скажите, и третье, это как раз фотокаталитический, либо он есть, либо другой стоит, потом сразу скажите, как часто надо менять, ведь ультрафиолетовые лампочки, тоже выходят из строя, у них есть ресурс, есть ли датчики часов, когда что менять, не будет ли проблем с запчастями, то есть, соответственно, ну, например, что меняется, вот технически обслуживается, просто как замена фильтров, ну, как то в машине, а что может выйти из строя, вот вы говорите, пять лет, например, что потом делать, не выкидывается же ли прибор, можно как-то заменить какую-то часть, например, вот этот фотокаталитический блок, давайте об этом сейчас, да, ну, что касается сразу тогда, с последнего вопроса, по поводу замены фотокаталитического блока, да, исходя из такой средней статистической интенсивности использования прибора, по нашим расчетам, его будет хватать на пять лет, соответственно, через пять лет, да, его просто эффективность начнет снижаться, его лучше заменить, на самом деле, вот этот продукт, AirNani Forever, да, с фотокатализом, это наш такой хит, то есть, его действительно, он пользуется большим спросом, поэтому и сам вот этот фотокаталитический блок мы долго разрабатывали, потому что нужно было в маленький корпус уместить все, и мы не планируем именно этот фотокаталитический блок менять как-то, да, даже когда мы сейчас будем расширять линейку продуктов со временем, но, скорее всего, вот этот блок, он будет тем же, вот, и мы как производители, мы по закону обязаны в течение минимум пяти лет обеспечивать наличие всех запчастей, необходимых для замены расходников, поэтому тут даже через пять лет, как бы, проблемы с заменой не возникнет. Что касается других фильтров, то есть, как бы, первые две ступени, префильтра, так называемый, или фильтр грубой очистки, это очень мелкая гофрированная металлическая сетка, то есть, это многоразовый фильтр, то есть, его нужно просто промывать, в зависимости от запыленности района, обычно достаточно это делать раз в два-четыре месяца, то есть, он просто вытаскивается, промывается и ставится обратно. Вот. Второй фильтр, вторая ступень, это фильтр, фильтр ХЕПА класса H11, это класс, который задерживает, там, более 99% всех микрочастиц, частиц PM2,5, пыли, пыльцы, аллергенов различных, и по, как бы, пылеемкости этого фильтра, этот фильтр рассчитан на один год, то есть, раз в год его достаточно менять, вот. Опять же, своевременное обслуживание префильтра, оно продлевает срок службы следующего за ним ХЕПА. Это тоже важно. Тогда давайте я здесь свои 5 копеек несу. Смотрите, дорогие товарищи, как бы я стал, как мы будем делать? Значит, вот смотрите, если вы регулярно будете пользоваться, тем более на автомате, а живете вы, скажем, где-нибудь в центре города или где-то рядом дорога, то я бы раз, ну, во-первых, на первые месяцы, я бы каждый месяц вытаскивал первый фильтр и смотрел, насколько он грязный, да, в зависимости от этого, ему можно промывать чаще, например, хуже не будет. Я бы, я лично все фильтры приобрел по 2 комплекта или по 3, не помню сейчас, на каждый прибор в запас, то есть взял, чтобы сразу это лежало. Что бы я делал для ускорения процесса и просто, ну, как я перфекционист, значит, вытаскивается первый префильтр, он моется, пока он высыхает, я беру другой, сухой, и прям вставляю, пусть прибор уже сразу работает. Это раз. Второй момент. Значит, угольный, конечно, меняется, с ним ничего сделать нельзя, но они должны быть в запасе, и в зависимости от того, как будет загрязняться часто первый фильтр, вы по логике поймете, что, например, второй вот этот угольный надо менять чаще, чем рекомендует производитель. А если будет первая ступень не так сильно загрязняться, и воздух у вас довольно-таки, ну, вот никаких запахов не пошло, потому что, если какой-то посторонний запах после фильтра в квартире, в комнате пошел, надо менять угольный фильтр 100% сразу. Это тоже показатель. Теперь, как я себе, вот, какие модели лично я сейчас себе взял вот в квартиру для старшей дочери. Это центр Москвы, и там два окна выходят на, ну, относительно магистраль, два окна во двор. Значит, что я сделал? Те, которые выходят на магистраль. А химических запахов, там ничего такого нет. Поэтому я туда взял с фотокаталитическими фильтрами, а те, что во двор, я взял с угольными. Но тут вот в чем суть. Их можно менять, да, то есть, вот это еще вы расскажите, потому что, если, например, вы взяли даже вторую модель, она подешевле, потому что там нет фотокаталитического вот этого элемента, который более дорогой, само собой, то когда-то вы, попользовавшись, поняли, что вам все-таки нужен этот блок фотокаталитический. То есть, не надо вам новый прибор покупать, вы просто можете заменить блоки. То есть, для этого там, как мне инженер сказал, все есть и разъемы, и, ну, возможно, они заменяемы, вот про это, пожалуйста, скажите. Да, все верно, то есть, прибор уже подготовлен для установки фотокатализа, там есть и разъемы, поэтому при необходимости просто угольный фильтр убирается, и вместо него в это же место ставится фотокаталитический фильтр, и там просто подключается. То есть, это даже может сделать самостоятельно сам пользователь, не нужно ничего там, никакие провода зачищать, там просто нужно воткнуть один разъемчик. Да, дорогие товарищи, значит, я уже сказал, что приобрести данные приборы вы можете, перейдя по ссылке под этим видео, которое смотрите, я, значит, вот что сделаю для удобства вашего, мы там же под прибором, там будет такое словосочетание, ну, вроде как, сейчас я по памяти точно не помню, но посмотреть подробнее, скажем так, вот прям нажимаете, попадаете на страничку, где будет несколько файлов, в том числе, вот как раз, как это можно самостоятельно установить, то есть все вот памятки, инструкции, и это мы сделаем для вашего удобства. Теперь, что я еще здесь хочу сказать, я вот лично просто решил произвести эксперимент, то есть взять два таких, два таких, я единственное, что вам скажу, совет такой, если у вас, ну, какие-то вредные производства рядом, и воздух пахнет чем-то, не свежее, так сказать, после грозы озоном, условно говоря, я так, да, или цветочным ароматом, а чем-то нехорошим, то ставьте все-таки угольный, потому что уголь все-таки поглощает, да, ассорбирует те вредные газообразные вещества, ну, лучше всего, вот, но, вот как раз здесь, а то забуду, уместно было бы сказать, почему я очень прям настоятельно хочу и прошу, вот если бы компания сделала бы модель, да, она еще более дорогая будет, само собой, но вот с фотокаталитическим, а потом после него на выходе по ходу тока воздуха с улицы в помещении стоял бы еще угольный фильтр, то есть уже будет четыре, я бы взял только такие модели, потому что я прекрасно понимаю, что все же когда упустишь момент, например, вовремя не поменяешь, ну, например, подошло время там пять лет или четыре, или очень тяжелые условия эксплуатации, постоянно работает, быстрее износится тот или иной там фильтра, не уследишь, то что-то проникает внутрь, может поступать, то вот этот угольный последний фильтр, он бы вообще все задерживал, то есть мы бы тогда КПД бы еще выше получили, и это была бы страховка на всякий, что называется, случай, вот это с точки зрения формальной логики и просто, ну, вот здравого смысла, очень было бы разумно, я надеюсь, такие фильтры будут, но пока, причем даже, я вот не знаю, насколько корпус позволит, чтобы не менять, получится ли из вот этой второй, второй, третьей модели, они вроде одинаковые внешне по размерам, получится ли так сделать, может быть, перекомпоновку за счет внутренних каких-то перегородок, и там технических этих, да, чтобы в этот же корпус попробовать изменить, и сделать все четыре фильтра, вот просто, если это получится, то это вообще будет, конечно, сказка, ну, об этом, вот мы прям, если что, сделаем отдельное видео. Да, мы к этому придем, там, скорее всего, потребуется уже переделать корпус, поэтому это вот такое на будущее, но, да, спасибо за идею, это действительно будет тогда уже просто, ну, с большим запасом, скажем так, степень очистки, да, то есть, да, 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 и, знаете, я еще здесь что хочу сказать, дорогие товарищи, вот, ну, самые продвинутые люди знают, что, вот как вода обладает, она не только должна быть химически чистой, то есть, лишенной вот этих минеральных солей вредных, да, солей жесткости, например, карбоната, кальция, или, скажем, она должна быть ясна, что без боевых отравляющих веществ, типа хлора, ну, это понятно, но почти мало кто знает, что вода еще должна в идеале обладать определенными физико-химическими свойствами, такими, как, там, определенный ОВП, то есть, редокс-потенциал, да, кисленность-потенциал, там, коэффициент поверхностного натяжения, наличие молекулярного водорода в воде, и почему я это все обосновывал в своих видео многочисленных по воде. Два из них, где я объясняю физико-химические свойства, у меня дома телевидение было много лет назад, я это объяснял, а второе, последнее по дате выхода на канале видео о воде, кстати, советую вам тоже посмотреть, а вот важность физико-химических свойств, я вам оставлю под этим видео по ссылке, просто яркие параллели, потому что самое главное, вода и воздух для человека, ну, я питание отдельная тема, в стороне оставляю пока. Чему я это говорю? К тому, что вот если с водой, благодаря моим видео, той информации, что я давал, какую воду надо пить, там, прочее, прочее, про систему обратного осмоса, и про физико-химические свойства, и про вот эти приборы, генераторы водорода, из свободных электронов, я все пояснял, то про воздух, это была большая проблема, которую я давно хотел решать, но поскольку я сам живу за городом далеко, и в Псковской области, то есть я, коренной москвич, давно уже переехал, и, ну, тут воздух у меня, это, так сказать, мало такого, где можно найти, хорошие, и мне, в принципе, вот именно мне эти приборы не нужны, то родственникам в городах, вот у меня, ну, в Москве, это жизненно необходимо, поэтому, я даже сначала, чуть ли не с боем, потому что, костные многие люди, это понятно, там, не хотят ставить, ну, там, те же родители, зачем это надо? я говорю, надо, и все, просто надо, потом, люди хорошие, как правило, многие, к сожалению, которые не умеют мыслить наперед, или там, значит, они понимают, хороший только потом, ну, поэтому иногда надо усилиями, и жестко, это заставить, вот, это я вам тоже советую, тоже к такому, я еще раз хочу сказать, у меня много сейчас эмоций, потому что, вот, коснулся темы, я ее ярко вижу сейчас, тем более, у меня вот прямо сейчас, завтра, вот, от момента записи, вот, прямо реально завтра, у меня должен быть инженер, монтировать, ну, там, бригада техников, у меня там не напрямую просверливание, надо обойти по кирпичной стене, вот так, поэтому там приедут специалисты, значит, будут монтировать вот на кухне, потому что у меня там плитку, устали делать, стены плитку класть, и там просто необходимо, иначе простой будет, вот, поэтому для меня это сейчас острая такая вот тема, и я ее ярко переживаю, ну, значит, я еще раз повторю, что я просто счастлив, что я, вот поверьте, у меня не сотни, тысячи разных изделий, и за долгие годы, ну, тысячи всего в плане коммуникации, инженерии, ни один дом, и не два, и технических, и производственных, и так далее, я понимаю, насколько это важно, Павел, ну что ж, есть еще какие-то у вас, может быть, дополнения, или что-то в завершении сказать, если еще мы чего-то не коснулись? Ну, добавлю еще про увлажнение, да, вы упомянули, то есть, хочу сделать на этом акцент, что как раз именно наш, наше устройство отличается от каких-то аналогичных систем, тем, что, ну, помимо того, что подает свежий воздух с улицы, оно еще и имеет встроенный увлажнитель, и я бы так сказал, что это не, там, какое-то глобальное увлажнение, а это именно в восполнении влажности воздуха, которое как раз-таки у нас очень сильно теряется зимой, потому что при поступлении воздуха с улицы, зимой воздух, он очень сухой на улице, на самом деле, даже во влажную погоду, нам кажется, что он влажный, но на самом деле в нем мало задержится именно воды, да, то есть водяного пара, поэтому вот наше устройство восполняет этот параметр, и это важно, потому что, когда воздух сухой, то это действительно сильно там высушивает слизистые, да, и, ну, я думаю, там, Юрий Андреевич лучше меня расскажет, какие последствия, да, какие последствия может это привести, вот, добавлю только то, что вот здесь очень важно как раз использовать там хорошо подготовленную воду, то есть нельзя туда заливать воду просто из-под крана, вот, то есть она должна быть как раз таки вот там пропущена через соответствующий фильтр. Ну, вот я думал, что если Павел это не скажет, я добавил бы, я поясню сразу практически совет, как в любые утюги, как и в те приборы, которые используют воду с нагревом, если вам жалко эти приборы, и хотите, чтобы они долго прослужили, я советую лить только либо дистиллированную воду, либо после системы обратного осмоса, ну, она практически тоже дистиллированная, то есть ту воду, которая не содержит солей жесткости для того, чтобы эти приборы служили очень-очень долго. Вот это мой совет. Ну, собственно говоря, это в любом случае у каждого человека, сейчас наши дни, когда это вообще стоит копейки, систему осмоса обязательно надо ставить под каждую раковину на каждой кухне, но только не сделайте ошибок, не надо шило на мыло менять, а то некоторые сейчас советуют фирмы, производители, ну, это же дороже стоит, с картриджами, которые опять реминерализируют, то есть насыщают опять-таки же этими же солями, ну, другими комбинациями, но поймите, это тоже неорганические соли жесткости, это же шило на мыло, одно убираем, зачем это билиберда, поэтому никогда или выкидывайте их, либо не ставьте эти, либо туда лучше угольные картриджи дополнительно, поставишь, они все одного размера и взаимозаменяемы, ну, у каждой системы осмоса там идет 3-4-5 картриджей, да, и вот просто лучше забейте эти реминерализаторы еще угольными, вот сказка будет, вот, это мой еще такой важный совет, к слову, так. А, да, кстати, это важный для работы нашего устройства корректно, чтобы там вода была деминерализована. Добавлю также про монтаж, это, наверное, то, что вызывает много вопросов действительно у наших пользователей, то есть часто это может быть какой-то новый жилой комплекс либо дом, наоборот, который там в центре города находится, то есть так как у нас, да, нашему прибору обязательно нужно отверстие в стене 132 миллиметра диаметром, то здесь в любом случае производится бурение этого отверстия. Сразу скажу, что это может быть сделано на любом этапе отделки, потому что бурим мы с специальным, ну, с помощью специального оборудования, это делается буквально там за час-полтора без грязи, пыли. На фасаде, действительно, как уже сказал Юрий Андреевич, останавливается решетка, она малозаметная, но даже если, например, нельзя на фасаде размещать вообще ничего, то у нас есть технологии, которые позволяют, например, вывести эту решетку в откос окна, где она совершенно становится незаметной с улицы, да, снизу. Это бывает, там мы можем проложить воздуховоды, да, например, вывести в другом каком-то месте, то есть вариантов очень много, и там даже есть варианты установки на окно, то есть бывают такие жилые комплексы, где окна в пол, допустим, там просто нет вообще стен фактически, есть только вот остекление, и даже в этом случае можно поставить наше устройство, то есть практически в любом, на любом объекте мы можем установить, да, просто используя ту или иную нашу технологию. Да, ну я хочу здесь добавить, что, во-первых, подтвердить, что это делается без, как говорится, из одного известного фильма без шума и пыли абсолютно точно, потому что ко мне, например, где два года назад у родителей устанавливали, там уже вся отделка была, чистая комната, и мастера приехали, после них ни пыли, ничего, это во-первых. Во-вторых, например, вдруг вы захотите этим заняться как бизнесом, ну допустим, обращайтесь к нам, ну насчет приобретения, а что касается инструкций монтажа, то мы их, соответственно, тоже дадим. К тому же, для этого нужен действительно мощный перфоратор, крепление, ну допустим, там, значит, чтобы ровно все было, там не будем вдаваться сейчас, и коронка для бура, соответствующих длин, для того, чтобы разные толщины стены там просверливать. Вот, собственно, и все. Что касается, значит, быстроты, да, это буквально там, даже в сложных ситуациях, ну если по прямой сверлить, ну это до часа, а бывает и минут за 30. Теперь, что касается, если вдруг где-то в Псковской области нужно будет с монтажом, то, ну поскольку мы тоже и представители, сейчас теперь уже и по Псковской области, то это, в принципе, мы таких людей, кто это может сделать профессионально за работу, которых мы отвечаем, это мы найдем не вопрос. Если вы находитесь в любом городе России или даже в любой стране мира, просто отправляем вам прибор, пожалуйста, мы же работаем и отправляем наши товары, кстати, продукты, товары в любые города мира, любые, там, не знаю, в США, Канаду, Корею, Англию, и даже сейчас и Италию и так далее. Ну а если, да, вы покупаете, просто берете прибор, то у вас будут инструкции, вы вызываете, например, монтажников, если сами, ну не можете сделать нет оборудования, даете инструкцию и уверяю вас, это не сложнее, чем подключение той же системы обратного осмоса с сантехнику. Аналогии те же. Да, да, ну и также у нас там в большинстве регионов, в большинстве крупных городов есть партнеры, которые могут выполнить монтажные работы, у которых есть уже оборудование для монтажа, то есть вы всегда можете обратиться, и мы поможем с расположением прибора, да, как его лучше разместить, чтобы он был менее заметен в интерьере, чтобы он эффективно работал, как вывести и разместить решетку на фасаде. Ну, еще проще тогда, то есть, допустим, вы приобретаете аппарат, то есть, еще раз, заходите по ссылке, выбираете модель, я советую, вот лично я, либо вторую, либо третью, вот, ну, понятно, первая дешевле, либо вторую, либо третью, мы высылаем вам в любой город страны, и, соответственно, если это Россия, то там из регионов ближайших или в вашем же городе уже есть монтажные слаженные бригады, то они вам это все сделают, или вы сами, это как хотите, либо если в другую страну, то, соответственно, там просто вызываете любую фирму, кто занимается строительно-монтажными работами, и, естественно, это сделают, здесь ничего сверхъестественного, вообще нет, все примитивно, вот даже у нас, там вот в Псковской области, тут в Пушкинских горах, есть мастер, у которого есть такой прибор, у нас тоже есть, но не было тогда, и мы вызывали, когда нам надо было стены просверливать для других целей, ну, там, неважно, вплоть до двухсотых, трехсотых коронок, если есть такие, ну, имея вот этот мощный прибор, он просверливал, так что мы можем даже этого специалиста вам по Псковской области высылать, ну, это если в Псковской области, а так, значит, пожалуйста, в любой город, еще раз говорю, все уже, значит, эту тему закрыли. Ну, что ж, я думаю, что на данном этапе более чем достаточно, мы подробно, ну, вы все объяснили, я кое-каким внес, ну, такие корректировки, которые просто у людей вопросы возникнут, а теперь, пожалуй, наверное, я уж и не знаю, могут ли какие-то вопросы возникнуть. Ну, насчет, если не против, еще вот добавлю, вспомнил один момент важный, как по поводу управления, как раз таки, да, вот мы рассмотрели вариант управления по датчикам CO2, я упомянул про приложение, и также, если кто-то из зрителей пользуется умным домом на базе Яндекса, на базе голосового помощника Алиса, то у нас также с ним есть интеграция, то есть нашим устройством можно управлять голосом, причем это не просто какое-то управление примитивное, типа включить-выключить, а можно прямо говорить там Алиса, сделай побольше увлажнения, поменьше скорость, побольше температуру, и практически моментально отрабатывает алгоритм, действительно очень удобно, то есть в дополнение к датчику CO2 или без него, то есть это прям делает максимально комфортным управление. Да, но тут можно только добавить, как я уже сегодня приводил пример из фильма, теперь из мультфильма, что до чего техника дошла, значит, как это, вашу маму и там, и тут показывают, но вот и здесь, значит, благодаря, да, вот этим технологиям, ну что ж, лично я, например, мне такие штуки не нужны, не люблю я их, но многие любят, и почему бы нет, ну, есть такая технология, ладно, хорошо, отлично, это, конечно, здорово, прогрессивно. ну, ну, вот, главное свойство функции, то есть, для чего мы это, все остальное, это хорошо как доп, не было бы этого допа, ценность от этого никак бы не снизилась, потому что главные практичные, практические здесь задачи, которые решают эта технология и эти приборы, вот, ну, теперь точно, наверное, все, а сделаем так, если у вас зрители, товарищи зрители, будут какие-то вопросы, вдруг, то есть, чего-то вы недопоняли, или, ну, новые вопросы, которые мы не озвучили, пишите под этим видео, обязательно пишите, мы их разберем, потом обязательно, будут вам ответы направлены, ну, и все остальное смотрите под этим видео, то есть, то, все то, о чем мы говорили, ссылки на все это, будут под этим видео, нажимаете, если вы в ютубе смотрите слово еще, открываются ссылки, там, соответственно, переходите по ним, все увидите досконально, подробно, вот, собственно, и все. Павел, я вас очень благодарю, рад, что мы с вами лично, вот, пообщались на эту тему, раскрыли для огромного количества людей, и эту тему дали решение, очень злободневного, очень важного вопроса, вопроса, чем мы дышим, каким воздухом, и теперь в системе очистки контроля, количество кислорода через контроль углекислого газа, решаем, чистоту воздуха, ну, и много-много других нюансов, которых мы уже сказали, благодарю вас, ну, и на этом хочу с вами, дорогие зрители, попрощаться, до нового видео, конечно, и жду ваших писем, всего хорошего. Да, благодарю, всем всего доброго, спасибо.